Алексей Александрович, депутаты поддержали вашу кандидатуру на пост главы города. Вы уже осознали важность этого решения? Когда я подавал заявление в конкурсную комиссию, я предполагал, что мой опыт, мои знания могут пригодиться городу, потому что по сфере своей профессиональной деятельности мы очень часто пересекались с муниципальными предприятиями, с администрацией города, так как объекты инфраструктуры в городе переплетены. И мы понимаем их сложности, их задачи. И я готов приложить все свои усилия для решения существующих городских проблем. Задачи, которые стоят перед нами, перед городом, впечатляют. Это задачи действительно уровня страны. Я готов приложить свои усилия для их достижения. Но надо также понимать, что ни одна серьезная проблема, ни одна задача не может быть решена одним человеком. Это исключительно командный подход. И подход, позволяющий решить любую задачу в краткосрочной или в долгосрочной перспективе. С чего вы планируете начать свою работу? Как и любую работу, любую сложную работу, необходимо провести оценку ситуации. То есть в любом случае будет проведена оценка деятельности текущей администрации, посмотреть кадровый состав, их возможности, их функционал, может быть усилить отдельные направления. Я приступаю к своим обязанностям в конце года. И поэтому здесь важным будет решить те вопросы, которые поставили перед нами областные и федеральные власти. Закрыть все проекты и достойно выйти на конец года. Стратегические задачи, они более сложны. Они требуют еще внимания и обсуждения, но тем они интереснее. Как вы считаете, горожане должны заметить изменения, которые произойдут в политической системе города? По моему мнению, рядовому горожанину не так важно знать фамилию главы города. У него другие задачи. Растить детей, работать, отдыхать, развивать свои таланты, стремиться к чему-то новому и спокойно жить. Как раз задача главы города и задача администрации города – обеспечить ему это, обеспечить качество жизни, обеспечить благоприятную среду для всех его начинаний. Какую роль в развитии города вы отводите в НЕФ? Несомненно, ядерный центр играет ключевую роль в городе. Те проекты, те задачи, которые он реализует, а главное, те проекты, которые он собирается реализовывать, сыграют значительную роль в развитии. Несомненно, ядерный центр играет ключевую роль в жизни города. Те проекты, которые он реализует в настоящее время, те проекты, которые он собирается реализовывать, изменят облик города. Как пример можно привести национальный научный центр, который позволит построить нам город будущего, город, который привлечет молодежь, город, который позволит нашим детям здесь жить и развиваться. Некоторое время назад был популярен термин «объектовое мышление». Сейчас, к сожалению, этот термин в памяти стерся, но это то понятие, когда город и предприятие было единым целым. Оно не разделялось простыми горожанами. И наша задача — вернуть этот термин в обиход. Мы должны понимать, что единой командой и единым целым мы построим наше будущее. Город ждет перемен. Что новый мэр хочет сказать горожанам? Я успел полюбить этот город. Это город, где родились мои дети. Я хочу, чтобы они и их друзья выросли здесь, получили образование. И жили они с ощущением того, что это город будущего, где можно вырасти, где можно обучиться, где можно построить карьеру. Здесь была комфортная среда для их проживания и проживания их семей. От себя я хочу сказать, что я приложу все необходимые усилия для создания этого будущего. Я надеюсь, я верю в то, что моих сил, моих возможностей и моего опыта хватит для реализации поставленной задачи. Алексей Александрович, мы поздравляем вас с значением и желаем успехов на новом поприще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.